приветствуем вас дорогие друзья на нашем канале перед тем как начать хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал приятного просмотра принц гарри впервые за несколько месяцев нарушил молчание переехав вместе с меган маркл в сша в конце марта он еще ни разу не выходил на связь с поклонниками но накануне сделал исключение из своего особняка в санта-барбаре принц подключился к видеоконференции и поговорил с персоналом и волонтерами лиги по регби по случаю 125-летия этого вида спорта гарри как и любой другой британец без ума от регби во время сеанса видеосвязи принц был максимально демократичен и расслаблен в кадре он появился в рубашке расстегнутой на две верхние пуговицы в течение беседы гарри неожиданно признался что давно мечтает вернуться в англию но его планам препятствует пандемия в следующем году у нас будет целый чемпионат мира по регби и я определенно планирую вернуться я бы уже вернулся если бы не к вид 19 заявил герцог после чемпионата мира по регби меган и гарри планируют на некоторое время задержаться в лондоне чтобы принять участие в нескольких важных мероприятиях таких как открытие монумента принцессы дианы в сша запустили петицию против меган маркл и принца гарри которые надоели американцам в частности жители сша опубликовали петицию которая направлена против большого количества новостей о меган маркл в американских сми документ называется меган маркл и просто гарри пожалуйста прекратите захватывать американские сми петиция была обнародована на сайте change авторы петиции обратили внимание на повышенную активность маркл и ее супруга в период президентских кампаний они стали часто выступать с обращениями и это начало напрягать даже поклонников пары в начале лета также появились слухи о том что бывшая актриса хочет развивать свою карьеру в политике и даже стать президентом сша а затем герцогиня выступила на переговорах девушек-лидеров с мишель обамой кроме того меган и гарри участвуют в благотворительных акциях куда сами приглашают представителей сми чтобы те фотографировали и писали о их деятельности в статьях петиция указывает на явную противоречивость в словах и действиях супругов меган и гарри негодовали из-за того что им не хватает приватности в великобритании и якобы покинули королевскую семью потому что хотели избежать пристального внимания журналистов но теперь специально создают различные инфоповоды изо дня в день и по какой-то непонятной причине при просмотре новостей приходится постоянно видеть их лица стало известно о новых стычках между меган маркл и кейт миддлтон что выбило почву из-под ног жены принца уильяма автор книги кенсингтонский дворец интимные мемуары от королевы марии до меган маркл том куин рассказал подробности жесткой стычки которая произошла между меган маркл и кейт миддлтон когда обе еще жили под одной крышей передает у кей магазин куин утверждает что описываемый инцидент по-настоящему расстроил герцогиню кембриджскую писатель подчеркнул что виновницей конфликта стала меган маркл которая чувствовала что сотрудники кенсингтонского дворца относятся к ней не с таким почтением как к супруге принца уильяма меган и гарри жили в так называемом на тингемском коттедже и конечно по сравнению со дворцом это жилье очень маленькая я думаю что это все время напоминала меган о том что она занимает второе место что она принцесса номер два однажды герцогиня сасекская буквально потеряла самообладание и сорвалась на одного из сотрудников кейт миддлтон ей показалось что тот недостаточно услужлив с ней не так как с герцогиней кембриджской меган повысила голос и начала топать ногами рассказал он меган маркл было трудно привыкать к тому что люди из королевского окружения смотрят прежде всего на то в каком статусе ты находишься и будут более почтительно с теми кто первым претендует на трон причина по которой меган накричала на сотрудника кейт проста она попросила этого человека выполнить поручение на что тот парировал извините я не могу этого сделать потому что я работаю на кейт герцогиня сасекская почувствовала что ее осадили и поставили на место это ее и вывела из себя кейт пришла в ужас она была очень расстроена потому что она любила этого конкретного сотрудника отметил он принца гарри его супругу меган маркл продолжают догонять последствия исхода из королевской семьи супругам пришлось официально закрыть свой благотворительный фонд сасекс роял передает политека со ссылкой на зарубежные сми причина в том что после мэкзита 38-летняя меган маркл и 35-летний принц гарри попали в немилость королеве елизавете второй она запретила герцогом сасекским использовать в коммерческих целях словосочетания сасекс роял которые они хотели сделать частью названия своей благотворительной организации пара уже подала документы на ликвидацию фонда за все время его существования появилась лишь одна постоянная программа траволист которая должна была помогать общинам живущим за счет туризма по информации журналистов все учредители фонда уйдут в отставку останется лишь принц гарри как директор и учредитель отметим что у принца и его жены есть другой благотворительный фонд названный в честь их первенца арчи ранее мы сообщали что меган маркл и принц гарри до сих пор находятся в поиске работы поэтому не исключено что бывшие герцоги могут вернуться в королевский дворец меган и гарри пока не нашли места которые смогли бы назвать своим домом они продолжают искать последние месяцы они много времени провели вместе с сыном он растет счастливым малышом которому жизнь в лос-анджелесе очень нравится его родители довольны что есть возможность видеть как он растет рассказал королевский эксперт бывший коллега 38-летний меган маркл который работал с ней над рекламным проектом когда она снималась в сериале форс-мажора рассказал изданию daily mail как герцогиня вела себя на съемочной площадке по его словам она была очень требовательной а за ее поведение непростой характер ее прозвали принцессой она была очень требовательной грубо раньше ее называли принцессой когда она приехала я даже не знал кто она такая она вела себя как кинодива она приехала в бейсболке опустив голову и пряча лицо прошла в гримерную все считали что она ведет себя как звезда из-за листа хотя она таковой не являлась сказал он при этом он добавил что снимать меган было легко как только включалась камера она начинала работать однако когда съемка останавливалась актриса превращалась в далеко не самого дружелюбного человека обычно когда вы предлагаете что-то на съемке звезды не противоречат вам они соглашаются попробовать но у нее были свои соображения у нее было много власти делится он одним из главных требований меган как он говорит был запрет на съемку и и голых ног она их якобы ненавидела один из членов нашей команды в какой-то момент стал снимать ее ноги когда он это сделал все посмотрели на него словно спрашивая какого черта ты делаешь и сказали что на сегодня это все тогда я сказал ему что наверное это последний раз когда мы ее видим а потом выяснилось что она стала встречаться с принцем говорит он после редактирования видео его предупредили что есть шанс что меган забракует эту съемку но к его удивлению она в конечном итоге одобрила эту работу без каких-либо проблем к слову ноги герцогини уже становились предметом для обсуждения когда во время королевского тура по новой зеландии герцогиня сосекская разулась тогда общественность обратила внимание на ее маленькие шрамы от операции по удалению шишек кроме того она настаивала чтобы на съемках было дорогое шампанское а каждую сцену с ее участием непременно утверждали с ней не думаю что она заслуживает такого внимания она меня не впечатлила и я просто удивлен что она очаровала принца она оказалась очень неуверенной в себе избалованной если бы мне предложили другую работу с ней я бы отказался я бы не хотел снова работать с таким человеком заключил он тем не менее он добавил что слышал от коллег и другое мнение о меган что она была очень милой и приветливой кейт миддлтон и принцу ильям одна из самых известных пар в мире каждый шаг который под прицелом камер история любви герцогов кембриджских также известны практически каждому тем не менее в ней есть и тайные стороны которые долгие годы волновали фанатов один из самых популярных вопросов мучающих поклонников почему знаменитая пара так долго целых 10 лет не связывала себя узами брака ответ на этот вопрос наконец есть герцоги начали встречаться еще в университете но объявили миру о своей помолвки только спустя 7 лет все эти годы кейт была главной мишенью папарацци хейтеров которые уже дали ей негласное прозвище вечно ждущие невесты по слухам на эту тему пошутил даже принц чарльз узнав о долгожданной помолвки он сказал что же они достаточно попрактиковались к моменту свадьбы кейт и уильям были знакомы уже 10 лет самым был уверен что возлюбленная идеальная кандидатура на роль его жены и матери его детей своих чувствах он также не сомневался более того пара уже жила вместе и вся великобритания буквально затаила дыхание в ожидании но принц несмотря на общественное давление не торопился в чем же причина столь долгого ожидания как уверяет королевский эксперт кэти никол на принца произвел неизгладимое негативное впечатление пример брака его родителей старшие сыновей принцессы дианы боялся повторить неудачный опыт неосознанно скопировав поведение родителей поэтому твердо решил не спешить и не вестись на уговоры во чтобы то не стала обзавестись семьей он знал что принца чарльза уговорили взять в жены принцессу диану потому что она расценивалась как подходящая партия уверяет кэти никол также уильям уверял что не намерен жениться пока ему не исполнится 30 лет но в итоге это обещание нарушил преподнеся свои возлюбленный кольцо с сапфиром за два года до этой даты сегодня семья кейт и уильяма несмотря ни периодические слухи о проблемах и разногласиях считается одной из самых крепких и счастливых в королевской династии так что видимо ожидание того стоило